Эта сцена произошла на борту самолета известной авиакомпании United в аэропорту Чикаго. Компании потребовалось четыре места в самолете, следовавшем в Кентукки, для четырех членов экипажа лайнера. Как это часто бывает, на рейс было продано больше билетов, чем имелось мест. Среди пассажиров искали добровольцев. Им предложили компенсацию в 800 долларов. После того, как добровольцев не нашлось, вероятно, потому что следующий рейс должен был состояться лишь через сутки, экипаж сообщил, что неудачника выберет компьютер. Одним из них оказался 69-летний врач, который заявил, что не может покинуть свое место, потому что его ждет пациент. Несмотря на уговоры, он отказался выйти из самолета, поэтому экипаж вызвал сотрудников службы безопасности аэропорта Чикаго, которые силой выволокли мужчину. Эту ужасную сцену сняли многие пассажиры, которые выложили видео в социальные сети. Он всего лишь заявил, что это место в самолете, за которое он заплатил, и что он должен быть в Уэйсвилле. Я был в шоке, я не верил своим глазам и ушам. Глава компании United Airlines Оскар Муниес опубликовал заявление, в котором назвал это происшествие печальным событием, и извинился за то, цитата, что его подчиненным пришлось переместить этих пассажиров. Извинений пострадавшему пассажиру принесено не было. Это часть документов, в которые никто из пассажиров никогда не заглядывает. Она предоставляет авиакомпании, пилотам, стюардессам всевозможные права, и по сути они имеют право делать все, что им заблагорассудится. Де-факто авиакомпания имеет право отказать в полете любому пассажиру без объяснения причин. Позднее было указано, что руководство United Airlines пришло к выводу, что ее сотрудники действовали правомерно. Аэропорт Чикаго сообщил, что один из охранников временно отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования этого инцидента. Для того, чтобы оценить реакцию публики, достаточно почитать комментарии под заявлением Оскара Муниеса. Я покупаю билеты на это лето. Угадайте, билеты какой авиакомпании я не буду покупать. Эта авиакомпания никогда более не увидит меня и мои деньги. Я и члены моей семьи никогда не будут пользоваться вашими услугами. По иронии судьбы, тремя неделями ранее Оскар Муниес получил приз ведущего журнала индустрии связей с общественностью PR Week, который присудил ему приз в этой сфере.